здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы и случайные зрители в этом видео мы поговорим о содержании и кормлении самых популярных рыб гуппи начнем с того что эти рыбки идеальный вариант для начинающих аквариумистов в том числе и для детей возникает справедливый вопрос почему мы так считаем первое это цена стоят эти рыбки недорого по крайней мере если мы не будем брать во внимание числые линии огромный выбор цветовых вариантов что позволит сайт целый букет цветов в аквариуме содержание просты и неприхотливы очень живучие стойкие непривередливые в кормлении и легко размножаются в аквариуме без участия хозяина но правда не все гуппи просты в уходе если мы говорим о новичке избегайте покупки породистых селекционных форм гуппи как понять что в магазине перед вами селекционная форма первое это если все рыбки гуппи в аквариуме строго одного цвета второе у самцов длинные и равномерные плавники третье уточните у продавца действительно многие породистые гуппи требовательны к условиям содержания и набираться опыта с такими гуппи не стоит рассмотрим идеальные условия содержания и минимальные требования выбирая аквариум для этих рыб важно понимать что 20 литровый аквариум больше пяти рыб гуппи сажать не стоит плюс к этому учитывайте плодовитость этих рыб соответственно чем больше аквариум тем больше рыб можно посадить да и ухаживать за аквариум большого объема будет проще если в вашем доме достаточно тепло то можно не использовать обогреватель однако помните о том что гуппи тропическая рыбка и прохладная вода меньше 19 градусов погубит рыб но кратковременно может выдержать температуру и в 16 градусов диапазон температурного режима велик максимально допустимая температура воды до 30 градусов если говорить про идеальную температуру то она будет составлять 23 градуса плюс минус 2 идеальные показатели воды стандартный ph воды от 7 до 8 с половиной а жесткость от 12 до 18 однако замечу что мы пробовали искусственным путем менять данные показатели воды у непородистых гуппи в целях так сказать эксперимента результаты были ошеломляющие гуппи достаточно легко и быстро адаптировались не испытывая стресса более того новые условия не мешали им продолжать размножаться обязательно в аквариуме с гуппи должен быть фильтр отталкиваясь от того что эти рыбки не особо портят воду стараются съесть весь корм избавляя аквариума от остатков пищи подойдет самый простой внутренний фильтр при этом ставить сильно мощный нет смысла если установить внешний фильтр обязательно необходимо на всасывающую трубку надеть сетку все дело в том что всасывающая трубка очень легко может засосать с водой как молоть так и взрослую гуппяшку частым и спорным вопросом является подача кислорода этим рыбкам особенно популярного кори миссов с небольшим стажем обращая внимание на породистых гуппи этим однозначно нужно обогащать воду но когда дело касается обычных гуппяшек встает вопрос давайте разбираться пока мы недалеко отошли от темы фильтрации стоит сказать о том что у многих современных внутренних фильтров подача воздуха идет с отфильтрованной водой не сложное приспособление с трубкой предусмотрено даже у самых дешевых фильтров установив такой фильтр головная боль и размышление подачи воздуха отпадает сама собой каждый адекватный человек понимает что любому живому существу нужен воздух и гуппи конечно не исключение напрашивается вопрос как же раньше содержали этих рыб когда мир не имел аэраторов частично кислород из атмосферного воздуха проникает в неподвижную толщу воды конечно этого недостаточно но все многие компенсируют недостаточно кислорода в воде аквариумными растениями но тут есть подвох выделяют они его при фотосинтезе а происходит это только на свету следовательно свет в аквариуме должен быть постоянно в темное же время суток растения не выделяют а потребляют кислород из воды в целом аквариумные растения рыбкам гуппи очень нравится и при возможности обязательно разместите их и чем больше тем лучше аквариум с большим количеством растений будет похож на природную среду обитания и существенно увеличить выживаемость мальков в общем аквариуме да и поесть некоторые виды аквариумных растений гуппи не прочь однако давайте вернемся к аэрации вывод при достаточном количестве растений в светлое время от подачи кислорода можно отказаться но ночью аэрация необходимо следующий способ подачи кислорода частые подмены воды на свежую 15-30 процентов от общего аквариума от общего объема именно с помощью таких подмен раньше и выживали рыбки без аэратора помимо этого гуппи могут подниматься к поверхности и заглатывать атмосферный воздух в воздухе кислорода довольно много и почти 21 процент но если рыбка так делает это первый признак того что кислорода в воде не хватает прошу обратить внимание еще на один немаловажный момент представьте что вы делаете подмену воды каждый день и все нормально гуппи себя хорошо чувствует но вот наступило лето и в один прекрасный момент вы видите что все гуппи находятся у поверхности воды и захватывают воздух делаете подмену проходит немного времени и рыбки опять у поверхности это легко объяснить дело в том что при подъеме температуры воды содержание кислорода в воде аквариума падает помимо этого с увеличением температуры воды обмен веществ ускоряется и потребность организма рыб кислорода увеличивается это приводит тому что рыбки начинают задыхаться что в дальнейшем приведет к страданиям и анемии со временем бледнеют жабры чаще всего в условиях хронического кислородного голодания аквариумные рыбки болеют туберкулезом но и другие заболевания будут возникать довольно часто что всего этого избежать все таки стоит установить аэратор без него даже стойкие гуппи не сразу через достаточно долгое время но будут страдать и медленно умирать не стоит забывать о том что кислород в воде нужен не только рыбкам но и полезным бактериям которые перерабатывают оставляемые гуппяшками отходы что снизит вероятность аммиачной вспышки в дальнейшем аквариум выбрали определились и подобрали оборудование следующим шагом к благополучной жизни гуппи будет выбор грунта однако грунт в данном случае подбирается не под вид рыб а под посадку растений о которых мы говорили ранее в общем и целом сам грунт как таковой для гуппи значения не имеет более того в живой природе эти рыбки обращают внимание только на муть в воде которая не должна подниматься до поверхности воды таким образом зачастую гуппиашки видят на дне не грунт а муть и взвеси гуппи действительно нужны живые растения а для растений грунт должен не с не слеживаться и хорошо так сказать проветриваться и потому не быть слишком мелким лучшим вариантом будет грунт средней фракции 35 миллиметров грунт должен быть натуральный и нейтральный часто в аквариум с гуппи подсаживать других рыб благодаря своему безобидному характеру и мирному поведению гуппи можно подсадить любых мирных обязательно не крупных рыб например разборы конга кардиналы все виды неонов хорошо приживаются вишневые барбусы самый крапчатый таракатум и подобные им рыбки все другие рыбы видят в гуппи привлекательный корм стоит отдельно сказать про хулиганов барбусов и некоторых гурами эти рыбы самцами гуппи забавляются обрывают им красивые цветные плавники вызывая у самцов стресс в кормлении всеядные и неприхотливы хорошо едят живые замороженные сухие и промышленные корма едят некоторые виды аквариумных растений и конечно овощи важно понимать что у гуппи рот и желудок достаточно маленький соответственно и корм должен быть небольшой идеальное кормление включает себя 2-3 разовое питание в день небольшими порциями которые рыбкисят за 2-3 минутки из живых кормов лучше всего подходит мотыль трубочник хорошо едят артемию и коретру в промышленных кормах необходимо быть избирательными отдавая предпочтение сбалансированным кормам премиум класса это могут быть как хлопья так и чипсы гранулы в том числе и мелкие не стоит давать на постоянной основе в том случае если в аквариуме только одни гуппи в качестве растительной пищи лучше всего давать листья салата перед подачей листа его необходимо обдать кипятком это делается для того чтобы минимизировать риск попадания в воду вредных бактерий для чего нужна растительная пища рыбкам гуппи несложно догадаться в первую очередь для того чтобы их желудочно-кишечный тракт оставался здоровым помимо этого растительная пища подымает иммунитет рыбки гуппи ну и последнее в живой природе рыбки гуппи питаются не только жучками и личинками они поедут растительную пищу то есть растения подкормка растительной пищи актуальна в первую очередь тем гуппи у которых нет растений в аквариуме или если растения жестколистные дают растительную пищу не чаще двух раз в неделю помимо листьев салата хорошо подходят листья крапивы и одуванчиков измельчать листья не обязательно можно дать кабачок или брокколи однако жесткую пищу поедают с меньшей охотой если у вас нет времени на подобные подкормки можно использовать хлопья с растительными добавками и кормить ими два раза в неделю часто любители рыбок гуппи готовят корма сами с использованием яиц молока и различных добавок очень важно чтобы корм был разнообразный не увлекайтесь так называемой сушкой гомарус давни и прочее при постоянном кормлении таким кормом у гуппи падает иммунитет и воспаляется желудочно-кишечный тракт это связано как минимум с маленьким содержанием витаминов если аквариум оборудован в нем есть грунт растения фильтр аэратор и есть чем мерить температуру воды начинается уход за аквариумом желательно чтобы у аквариума была крышка не редкий случай когда гуппи выпрыгивает из аквариума это неадекватное поведение часто объясняется плохими показателями воды другими словами гуппи может покончить жизнь самоубийством реже это случайность подмены воды необходимо делать регулярно минимум два раза в месяц это совсем не значит полностью сливать воду и заливать свежую подмены воды делается с помощью сифона при чистке грунта сливая 20-30 процентов воды от общего аквариума старой воды после чего заливается свежая вода но обязательно отстоявшаяся старости и от перенаселения у гуппи может появиться искривление позвоночника это нормальное явление и пугаться этого не нужно однако если рыбка молодая и при этом перенаселение в аквариуме точно нет причина дна туберкулез рыб или микобактериоз заболевание очень сложное и лечение редко приносит результаты во избежание распространения инфекции таких рыб лучше изолировать подробнее о болезнях лечения вы можете узнать из видео здоровья аквариумных рыб на нашем канале конечно все нюансы и моменты не описать в одном видео а про содержание гуппи конечно можно говорить нескончаемо долго часами напоследок затронем популярную тему в соцсетях зачем подсаливать воду рыбкам гуппи среди аквариумистов гуппо вода встречаются те кто за и те кто против у каждого свои доводы один подсаливает другой не подсаливает воду некоторые подсаливают воду в качестве профилактики заболевания и лечения кто солью улучшает окрас рыб есть и те кто считает что соль значительно снижает токсичность нитритов некоторые не понимая зачем солить солят на всякий случай а кто-то считает что делать это не нужно свою точку зрения я уже высказывал в этом видео хочется сказать одно воду с рыбками гуппи действительно можно подсолить небольшое количество соли в воде они легко переносят более того они в живой природе живут солоноватых водах но помните о том что это не морские рыбки и большое количество большая концентрация соли погубит рыб обычно рекомендованная концентрация находится где-то в пределах одной чайной ложки на 5 литров воды но для начала пробуйте с малого щепотки постепенно увеличивая концентрацию от подмены воды к подмене так рыбкам будет проще привыкнуть к солоноватой воде наверняка у вас осталась куча вопросов важным из которых является разведение гуппи и так далее мы кстати про разведение обязательно поговорим в ближайшем выпуске а у меня на этом все всего вам доброго и до новых встреч до свидания обязательно подпишитесь на наш канал а а